Физику-то ведь никто не отменял. Это закон. Будем разбираться. Дело в связи, что фановый стояк, он в любом случае отмерзает. В процессе эксплуатации я вам как со стажем коммунальщик говорю. Эту встречу Лидия Петровна ждала давно, подготовилась основательно. Прихватилась десяток фото, письмо-претензию и свою историю. С 83-го года она живет в доме по улице Мира-6. Только вот в кадастровом учете многоквартирник числится с 84-го. Это непорядок, ведь очередь на капремонт можно сократить на целый год. На этом неприятности не заканчиваются. Те работы, которые уже выполнены, требуют переделки. В общем, поговорить есть о чем, и не только ей. Куда делись, выключатели, которые до этого были, на это наши же деньги ушли. Мы платили за них, да, они там ремонт вкладывали. Согласен. Что же нам сделали капремонт? Хуже сделали. И куда делись? У кого-то на даче висят капремонт. У кого-то на даче висят. Но это точно не на наших подрядчиков и не на меня. Куда делись современные лампы с датчиками движения в подъездах после ремонта? Этот вопрос задают жильцы дома по улице Дружбы народов, 18. Эксперты обещают разобраться и в этой ситуации. Для начала надо выяснить, какую работу в этом доме проделали подрядчики. Вся информация на сайте регионального оператора. Вот есть вкладка, здесь капитальный ремонт МКД. Нажимаем на нее. Здесь в капитальном МКД. Соответственно, есть общая информация по дому, площади и все остальное. Здесь же можно увидеть, когда и до вашего адреса дойдет очередь. А также узнать, почему в 2019-м Югорский фонд не отремонтировал больше 20 домов. Если в цифре говорить, то у нас 41 дом был в программе. Значит, выполнили мы, точнее не выполнили мы 24 дома. Тем не менее, значит, на сегодняшний день уже из оставшихся 24 домов осталось только 19. Работа ведется. Уже на ближайшие две недели у нас назначены на 4 домах приемки по инженерным сетям и по 3 по конструктивам. По предварительным данным, в этом году из 28 многоквартирных домов строительно-монтажные работы пройдут всего 8. Остальные могут рассчитывать лишь на проектирование. Светлана Сопрыкина и Алексей Николаев. Специально для новостей.